Сегодня у нас 641 выпуск открытой политики и обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан, которое случилось 25 ноября. Отвечая на самый главный вопрос и предвосхищая вопросы, сообщаю, ничего с правительством не изменилось. Уже третий месяц правительство ради Хабирова находится в статусе исполняющих обязанностей. Никакого прогресса с назначением ключевых министров и премьер-министра не случилось и на предыдущей неделе. Очевидно, что у Хабирова сформировалось некое очень тревожное, очень напряженное противостояние с федеральным центром. И мы сейчас наблюдаем, наверное, апофеоз этого противостояния, потому что пора бы уже правительству в Республике появиться. В связи с этим сами оперативные совещания, конечно, носят весьма декоративный характер. Чего стоит тот факт, что начали оперативные совещания с того, как самый бессмысленный вице-премьер правительства Урал Кельсинбаев рассказывал на полном серьезе важным дядькам и почти министрам о том, как он удачно обеспечил парикмахерскими услугами несколько женщин в минувшее воскресенье в честь Дня Матери. Согласитесь, важная задача, важная проблема, и Урал Кельсинбаев с ней справился. Женщин постригли. Дальше поговорили об участии в форуме «Транспортная неделя в Москве». Слово дали новому исполняющему обязанности вице-премьера Рустаму Газизову, который, очевидно, исполняет роль Алана Морзаева. Газизов ничего нового, кроме того, что мы уже пару десятков раз услышали с последних дней, не рассказал, но я отмечу одну интересную деталь. Газизов заявил, что правительство Башкортостана, и, видимо, он сам лично, очень рассчитывают на авиакомпанию «Азимут», которая, значит, улучшит, углубит и расширит авиасообщение Башкирии с внешним миром, даже с Китаем и с другими регионами Российской Федерации. Ну, по странному стечению обстоятельств, практически в этот же самый момент, у компании «Азимут» возникли крупные проблемы. Сгорел один самолет, еще парочка сломалась и куда-то не долетела, не взлетела. В общем, я диву даюсь, насколько Хабиров и вот эти его братушки, которых он сам селекционирует, способны подбирать нам в партнеры для республики максимально неудачных контрагентов. Ну, то есть, надо было выбрать именно вот эту авиакомпанию «Азимут», у которой, как шишские съелки, падают самолеты, значит, еще и горят они. В общем, конечно, не очень получилось у Газизова что-то такое доложить. Опять они там болтали про увеличение фонда, что они объездную дорогу с Трельтамаки скоро сделают, но это уже, собственно, годы идут, и эти разговоры все время происходят. То есть, мы подтверждаем и утверждаемся в выводе, что транспортная неделя в Москве для Башкирии прошла зря. Дальше Хабиров рассказал, как он недавно съездил в Салават, открыл там какую-то установку по выработке серы, ну, к которой он никакого отношения не имеет, но, как обычно, очень гордится там. Газпромовское предприятие запустило новое производство. Ну, Хабиров подбежал, рядом сфоткался и, значит, сделал вид, что это чуть ли не он своими руками эту установку построил. Ну, да ладно, рассказывал Хабиров совсем о другом. Он еще в Салавате решил полюбоваться на свои башкирские дворики. Ну, где-то там адрес, значит, нашел, куда деньги были выделены, аж 45 миллионов рублей на дворик. Приезжает, а там ужасный ужас. То есть, даже для него, привычного к тому, что его товарищи делают постоянно всякую лажу, даже вот для такого привычного Хабирова эта лажа превзошла все его ожидания. И, как он сам выразился, он очень долго орал. Это дословно. Работу главы города оцениваю на, я не знаю, кол даже не оцениваю вообще, безобразие полное. И всех предупреждаю. Значит, правильным было бы наказать главу вот так вот, да, и управленческую команду, и больше не давать на дворике. А люди-то при чем? Мне остается, значит, выговоры объявлять и увольнять. Я, Альберт Юрьевич, там, наверное, здесь он на этом. Я вам очень серьезно, я очень недовольный уехал с Салавата. Очень недовольный. Буквально через день перепуганный мэр Салавата засадил весь этот несчастный дворик крупномерами, елками и палками, которые были, очевидно, вырваны с его собственного подворья. Но проблему это не решило. Хабиров, неожиданно для себя и для всех нас, сделал грандиозный вывод. Оказывается, ни администрация городов-районов, ни Министерство жилищно-коммунального хозяйства никак не контролирует исполнение вот этих вот программ башкирские дворики и вовсе не заинтересованы в качественном исполнении, а только в освоении денег. Я не только в Уфе заезжаю, я заезжаю в других районных центрах, мне показывают дворик там с любовью. Тут 45 миллионов, значит, лупанули туда, тяп-ляп, это сделали, и эти бедные там люди там стоят. Ну да, конечно, спасибо. Они даже боятся сказать, что так-то это нехорошо. Вот такой вывод сделал Хабиров. Представляете, да? То есть вот его как торкнуло в этом Салавате. Правда, уже пять лет подряд на эти башкирские дворики благополучно и очень тихо утекают миллиарды рублей. И буквально неделю назад Ирина Голованова делала такой бравурный доклад о том, как она 143 дворика, значит, заудила, отремонтировала и сделала всех счастливыми. И вот, знаете, вам такая история. Хабиров вот прямо в ярость пришел. Чувствовалось, что вот это напряжение, раздражение последних трех месяцев нуждается в каком-то выплеске наружу. И вот, значит, попались эти башкирские дворики. Руслан Фаревич, вы, значит, вы же курирующий зампринут. Соберите МИДЖКХ, вызовите сюда, возьмите, кто исполняет сейчас, кто там, значит, целовать по ЖКХ. Значит, выезжайте туда, разбирайтесь, и пусть город восстанавливает все это дело. Раз они допустили такое, значит, они это делают. Денег я им не дам, значит, на этот дворик. Они должны привести его в порядок. И разберитесь, почему так. Почему люди подписали, вот этот двор приняли. Людей я, с другой стороны, понимаю, почему они приняли. Потому что им столько, они никогда этого асфальта не видели. Там парковки сделали, все хорошо. Ну, слушайте, покажите мне фотографии детской площадки. Ну, вот детская площадка. Ну, не знаю. Мне кажется, я, по крайней мере, даже в районных центрах видел детские площадки гораздо более поразнообразнее и побольше. Дальше он долго рвал металл, бессильно рассказывал, как он увольнял там министра, значит, Киреева за плохую работу дворников. Ну, на самом деле, конечно, это было не так. Кирееву уже, как говорится, на толщину трусов подобрались силовики после того, как он освоил вот эти все денежки на заборчиках, вот этих вот сереньких, которые до сих пор уродуют Уфу. И Киреев благополучно сбежал, на самом-то деле. То есть, никого там Хабиров не увольнял. Он, значит, Киреев почувствовал, значит, дымок где-то сзади и, значит, подорвался и исчез вообще. То есть, его реально найти не могут. Но, тем не менее, Хабиров считает, что он его уволил. И стал вот рассказывать своим нынешним коллегам, что вот я вот в таких случаях аж увольняю людей. Ну, правда, не стал никого увольнять. Он прекрасно понимает, что сейчас, вот в этом финальном этапе его правления, который не весь сколько еще продлится. Он может длиться от пары дней там до, скажем, там пару лет. Но на этом финале никто не хочет попадать под раздачу. Потому что он прекрасно знает, и они прекрасно знают, что вот эти места министерские, это, как говорится, расстрелянные дела. Так что никого от него уволил, только громко кричал, шумел и так далее. Завершая свое вступительное слово, как обычно, чрезвычайно длинное, Хабиров анонсировал свою собственную прямую линию, которая случится 3 декабря. Это будет следующий вторник в 19.00. Ну, всем велел готовиться. Я не знаю, как они там готовятся к этой прямой линии. Видимо, они ему вопросы и ответы пишут заранее. То есть, ну, в общем, случится вот такое 3 декабря. Обязательно посмотрим, проанализируем. Если будет что-то полезное, поговорим об этом. Ну, и не будучи способным успокоиться, Хабиров опять, значит, тревожно обводил зал заседания взглядом и, о чудо, увидел Айрата Рахматулина, того самого исполняющего обязанности министра здравоохранения, которого мы не видели давным-давно на оперативках, и за него там выступал его зам. Хабиров пришел в очередной раз в ярость и стал шуметь, почему он 3 недели не видел Айрата Рахматулина. Уважаемый Радий Фаридович, уважаемые участники совещания, за последние сутки в республике... Вот вам одну вещь скажу. Я вас не видел 3 недели. Я понимаю, отпускаю. Я тоже там отдохнул немножко. Я вас 3 недели не видел. 3 недели Роберт Рызович на вашем месте был. Радий Фаридович, все это время на связи... Не интересно мне это, что вы на связи. На связи, когда ты на рабочем месте. Знаете, вот как говорят, код из дома или что там, и потом, значит, в пляс. Вы должны быть на месте. Вы министр огромной системы здравоохранения. Посмотрите, я понимаю, что молодой, отдыхайте и так далее. Но вас я 3 недели не видел. Надо его видеть, а он его не видит. 3 недели. Рахматуллин вял, что-то там брехал на тему, что он был то в отпуске, то на каком-то медицинском форуме, то снова в отпуске, то снова на каком-то форуме. Хабирова это объяснение вообще не устроило. Он говорит, вы министр, вы должны быть на виду, я вас должен видеть, я 3 недели вас не видел. В общем, случился такой скандалец небольшой, и очевидно, что Хабиров не переваривает Рахматуллина. Очевидно, что он не в его власти убрать Рахматуллина, но в его власти попортить ему кровь. И вот, собственно, наверное, этим Хабиров и занимается. В общем, никакие оправдания его не устроили. Он шумел, рвал металл, дескать, 3 недели не вижу министра здравоохранения, хочу это видеть, как говорится, чудо ежедневно и ежечасно. Пока Башкирская спутниковая телевидение снимает на бюджетные деньги духоподъемные фильмы о том, как растет уровень счастья у жителей Башкортостана, нашему каналу остается надеяться только на материальную помощь наших подписчиков. И мы отдельно благодарим всех, кто участвует в поддержке нашего канала, а тем, кто это еще не сделал, мы предлагаем это сделать. И сделать это очень просто. Вот сейчас вы на экране видите номер нашей сберкарты, можно прямо туда отправлять любые посильные для вас средства. Пробежались по оперативной ситуации, то есть о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Ирина Голованова, изрядно оплеванная во вступительном слое, ну в ее адрес, собственно, вот эти вот истории про башкирские дворики летели, вот эти громые молнии, совершенно невозмутимо заявила, что у нее в ЖКХ на самом-то деле все прекрасно, не знаю, что ради Фаридовича так громко кричит. Все замечательно. А она сообщила, что у нее за минувшую неделю не было вообще ни одной аварии по республике Башкортостан. Представляете, то есть ни воду, ни свет, ни газ, ни отопление нигде не отключали больше, чем на 8 часов. Нигде. Так заявила Голованова. За период с 18 по 24 ноября в республике не зафиксировано аварийных отключений коммунальных ресурсов с превышением допустимой продолжительности перерыва их предоставления. Технических инцидентов и тех-то было всего 22, а уж плановых отключений, так называемых, всего 12. Ну, то есть тише да гладь, да Божья благодать. То есть абсолютный контраст к тому, что Хабиров только что тут вещал. Собственно, если все так хорошо, что бы действительно на башкирские дворики-то не обратить внимания? Ну, там денежки уже освоены, чего же туда смотреть. В общем, Голованова непобедимо. Абсолютно непроходимо. Читает с бумажки, говорит, у меня все классно, ради Фаридовича. Чего вы шумите? Спокойнее. Тухта, ради Фаридовича, не надо шуметь. Примерно такая же обстановка в докладе была и у Любы Минаковой, вот этой бывшей фитнес-тренерши, которая теперь у нас министр транспорта и дорожного строительства. Она сообщила, что у нее 42 ДТП за неделю, 48 человек пострадало, пятеро погибло. В принципе, все как обычно, все нормально, движемся дальше. То есть, никто и не обсуждает, собственно, уже то, что вот эта ситуация не улучшается, никто там ничего не придумывает. Но да, время от времени развешивают дополнительные камеры, собирают дополнительные штрафы. То есть, Люба Минакова, она зачитывает сводку ГИБДД и тем самым подтверждает свой статус министра транспорта и дорожного строительства. Чудесно, согласитесь. Хабиров при этом никак не реагировал ни на тот, ни на этот доклад, видимо, очевидно, пропуская их мимо ушей и понимая, что какая-то чушь творится вокруг. Ну, вот отмечу одно. В докладе Головановой, например, прозвучало, что у нее сейчас численность дворников снизилась на 17%. Резко, сразу. Ну, как не повод уволить ее, например, по модели Киреева. Нет дворников, до свидания, на выход с вещами. Ну, нет, не случилось. Голованова продолжает исполнять обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк нашему видео. Если у вас есть вопросы или предложения, пишите комментарии под видео. Ну, и обязательно подпишитесь не только на YouTube, но и на Дзене на всякий случай, в Телеграме, ВКонтакте, везде, где мы есть. Подпишитесь на наши каналы, и вы тогда не пропустите самое интересное. Видимо, чтобы чуть-чуть разрядить вот эту искорящую обстановку на оперативном совещании, решили поговорить о приятном, о грядущих форумах. С 26 по 28 ноября, буквально с завтрашнего дня, в Уфе пройдет форум «Россия-Казахстан». Ну, судя по всему, какая-то часть этого форума. Про Адицию он, конечно, будет во Дворце борьбы. Уже зарегистрировано свыше 3000 участников, будет 7 губернаторов и много-много всяких интересных делегаций. Путин и Такаев тоже будут, но не пугайтесь, они будут виртуально по видеосвязи, значит, поздравят участников вот этого форума «Россия-Казахстан» и пожелают им успехов. Ну, все будет делаться на широкую ногу, будет внутри мероприятие для молодых лидеров, будут гастрофестивали, будут, значит, всякие концерты, пляски и прочее. И причем все это плавно перетечет в неделю бизнеса. Ну, вот как-то так они, в общем, решили совместить. Ну, Хабиров послушал доклады организаторов, воодушевленно так, значит, сказал, что это событие такое грандиозное и даже президентское, то есть какое-то такое вот он слово придумал, президентское событие. То есть, если Путина подключит по скайпу, значит, это все уже президентское событие. Ну, как бы ладно. Продолжая международную тему, послушали доклад о работе отделения посольства Республики Беларусь в Республике Башкортостан. Оказывается, у нас такое и есть. На Советской площади внимательные граждане могут обнаружить место, где висит три флага – вашкирский, белорусский и российский, и вот там расположен вот этот вот филиал посольства. Такое дипломатическое учреждение. Уходящий с работы руководитель этого отделения Артур Карпович доложил Высокому собранию о том, что же он делал последние пять лет на этом дипломатическом месте. Ну, там семь визитов премьер-министра Беларуси в Башкирию случились, там 32 заседания совместных рабочих групп и так далее, и так далее. То есть, ну, отдельно отметил господин Карпович, что он лично причастен к тому, что Радий Фаридович познакомился с господином Лукашенко, ездил в Минск, обнимался там с этим Картофенфюрером и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, такая, прямо скажем, формальность. Отдельно господин Карпович отметил, что один раз летающий из Уфы в Минск самолет, это мало, один раз в неделю летает самолет, это надо бы побольше, потому что граждане, жители Башкирии, ну, прям-таки рвутся посмотреть, как же там здорово живется в этой лукашенковской Беларуси. Но при этом Карпович отметил, что белорусские авиакомпании не справились с организацией перелетов и, значит, тут подставил свое дружественное плечо Радий Фаридович и кого-то заставил летать из Уфы в Минск. Ну, не знаю, как уж там все это обстоит на самом деле, но реально, конечно, в Минске-то делать особенно нечего, так разве что на халяву прокатиться там, да, картошечки жареные поесть, если кому такое случается. А вообще билеты стоят довольно дорого и делать там, собственно, нечего. Под занавес совещания заслушали доклад директора энергосбытовой компании Республики Башкортостан господин Травкин. Зачем это было сделано, я не понимаю, но есть такая традиция, там у Хабирова послушайте о чужих успехах. Травкин сказал, что все классно, значит, мы тут все клево сбываем. Хабиров отдельно отметил, что меня позабавило прямо до глубины души, что он очень доволен тарифной политикой в Республике Башкортостан. Радует показатели роста, вот поэтому тарифную политику нам надо совместно проводить, разумеется, и мы здесь, мне кажется, отрабатываем с вами. То, что у нас самые высокие тарифы на отопление, Хабиров очень одобряет, поддерживает и считает это большим достижением. То, что господин Травкин там миллиарды и миллиарды качает ежемесячно из карманов жителей Башкирии. То есть, ну вот такое отношение у Хабирова. То есть, с одной стороны, энергосбытовые компании, это всегда некие контрагенты, это некая такая сила, с которой нужно бороться и усмирять их аппетиты, а Хабиров, очевидным образом, на стороне этих энергетиков. Он за то, чтобы тарифы были высокие, чтобы мы их платили и платили и платили. Субтитры создавал DimaTorzok